здравствуйте дорогие зрители как часто мы взрослые калечим своих собственных детей не понимая это и да конечно воспитать ребенка задача сложная и родители тоже люди со своими проблемами со своим со своей усталостью со своим характером иногда плохим настроением и да сегодня гораздо больше осознанных развивающихся родителей но тем не менее проблема остается и еще много семей в которых происходит насилие об этом мы сегодня говорим с системным семейным психологом супервизором руководителем общественной региональной общественной организации приемных семей республики тарстан светлана светлана владимировна елаковой здравствуйте светлана владимировна ну начнем мы наверное вот сразу буквально да один упрек одно оскорбление брошенное в эмоции в невзначай для взрослых это как-то приемлемо более-менее до терпимо со взрослыми с детьми это также если ребенок с рождения живет в упреках и каких-то претензиях то часть это становится норма его бытия и соответственно если он не увидит потом другое обращение другое отношение то он будет переживать по-своему страдать но если мы не предложили ничего другого взамен он будет считать что это так норма взрослые так себя ведут значит я тоже так себя могу вести вот по поводу того что взрослые так себя ведут да наверное нужно немножечко рассказать о том почему собственно говоря взрослые так себя ведут потому что мы у них было свое детство и наверное там есть что то такое что заставляет их вести себя сегодня взрослыми уже людьми так ну мы все были детьми да вот мы родились и ребенок как-то там живет по наитию нет счастливых нет плохих или хороших детей есть дети счастливые или несчастны соответственно вот счастливым или несчастным ребенком кем я буду это обуславливать те взрослые которые меня окружают и если например я рос как ребенок в атмосфере когда я чувствовал себя очень несчастным потому что я видел что там мои одноклассники или кто-то счастливее то соответственно когда я становлюсь родителем и встречаюсь так скажем один на один со своим уже ребенком внутри меня актуализируется мой внутренний раненый ребенок и это становится порой невыносимо мы стараемся отодвинуть это от себя не замечать его как ребенка на мы стараемся максимально фиксироваться на какой-то взрослой позиции а в моем внутреннем восприятии взрослой позиции это мой родитель если мой родитель всегда критиковал упрекал там бил то я буду делать уж самый потому что другого опыта у меня нет то есть я правильно вас понимаю ребенок будут родитель будучи ребенком был несчастным и делает несчастным своего собственного ребенка уже став взрослым да и если например родитель более-менее такой осознанный он потом как родитель сам же еще опять вдвойне от этого страдает потому что он видит что он сам от этого страдал но автоматические действия которые он совершает приносит страдания его ребенку мы 90 процентов жизни живем на автопилоте этот автопилот у нас в процессе нашего взросления так скажем как программа вписывается в наше бессознательное и дальше мы просто это демонстрируем мы так живем то есть сначала нас учат держать ложку подносить ее карту а дальше мы автоматически едим не думая о том как правильно держать ложку также со всеми другими моментами в поведении то есть то что когда-то мы срисовали со своих родителей как макет поведения отношений с ребенком мы потом это будем демонстрировать своей взрослой жизни со своими детьми и возможно если бы была какая-то программа пусть не базовая образовательная факультативная да по обучению детей школьников старших классов до подростков о том как как это быть мамой как быть папой да как быть женой как быть мужем то наверное вот эта цепочка могла бы как-то прерваться но сейчас да вот правость все больше осознанных родителей вот могу даже презентовать такой курс школа осознанного родителя которая разработала автономная некоммерческая организация азбука семьи диана машкова руководитель этой организации недавно у нас была конференция первая российская конференция посвященная как раз вот этим знаниям а как это быть осознанным родителем потому что так или иначе но многие из нас пережили в жизни какой-то стресс сильной до многих есть какие-то психические травмы которые наложили определенный отпечаток на наш характер на нашу модель поведения и я например как родитель понимаю я не хочу чтобы мой ребенок испытал то что испытала я где я могу научиться другому поведению чтобы не травмировать своего ребенка например и ну к счастью сейчас такие программы разрабатываются конференция была как раз посвящена тому чтобы максимально в регионах эту программу в том числе внедрять она была конференция была все российская организована совместно с министерством просвещения российской федерации родительские взаимоотношения с ребенком то есть ну можно еще назвать их словом послание да почему они имеют такую значимость для ребенка когда ребенок маленький ну до трех лет пока у него до 3 до двух с половиной трех лет пока ребенок не сказал я у него еще нет своего собственного сознания у него нет вот этого понимания отдельно от мамы например соответственно ребенок это такой большой сенсорный аппарат как я говорю он считывает своего значимого взрослого маму или папу практически всем своим телом живет ребенок за счет лимбической системы за счет вот этого эмоционального включения своего значимого взрослого если мама часто говорит эмоционально вот эти вот послания первое время но это может так вот пролететь у ребенка потом он начинает прислушиваться на же часто это говорит а потом это послание мы начинаем присваивать себе и она становится как будто бы нашим я иногда даже вот в своей частной практике там клиенты говорят я вот так хочу я вот так хочу у меня есть провокативный вопрос я говорю вы точно этого хотите или вас научили так хотеть то есть у нас бывает даже такое искаженное восприятие своих собственных потребностей потому что когда мы живем в семье на если родители игнорируют мои личные потребности они он их не замечает да то такого рода газлайтинг даже может получаться да когда мы потом вырастаем и мы не в контакте со своими потребностями для нас в большей степени в приоритете потребности другого человека и другой человек должен мне сказать а какая моя потребность то есть мама мама плохое настроение она там расстроена ребенок смотрит на нее мамы на него не смотрит он пытается привлечь ее внимание например на у детей такое магическое мышление все в этом мире для них из-за них да и есть иллюзия что они управляют миром взрослых и если мама расстроена то точно из-за него да и ребенок пытается как-то там себя вести чтобы привлечь внимание мамы чтобы ее там рассмешить развеселить бывает же такое что маме так плохо он еще лезет на и мама там может уже дальше срывается ну сказала же плохо не лезь ко мне а ты как будто не слышишь лезешь ну да потому что ребенку важно чтобы мама его видела и замечала какие послания родителей наиболее опасны вот в этой ситуации те которые наверное можно сказать обезличивают да потом будет очень трудно такому ребенку сформировать собственную идентичность какой я отдельно от своих родителей до уникальность сохранить да но ты послание например там ты никто да или что-то может быть сначала докажи что ты человек а потом будешь иметь право слова там какие такие вещи а тебя кто спрашивал начиная с яйца курицу не учат в том числе вот то есть то что он очень сильно обесценивает то есть вот когда в семье идет вот это обесценивание очень трудно бывает потом уже сконцентрироваться на каком-то своем значимым я что я есть и это здорово что я есть у меня есть мои там таланты способности я могу это применить я могу это развивать ну то есть и если вот было обесценивание в семье то потом уже в более взрослом возрасте мы все время живем с оглядкой назад ожидая одобрения все того же одобрения от родителей очень многие достижения на этом тоже строится человек достигает 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 а радости вот тут не испытывает потому что ну его все еще не хвалит да я недавно читала как раз иллюстрацию вот к тому о чем вы говорите девушка видимо к психологу пришла и рассказывала о том что живет постоянно с ощущением что она как будто на сцене и как будто бы играет спектакль для зрителей которые сидят в зале а кто сидит зале родители родственники значимые какие-то люди любимые мужчины и так далее она говорит о том что я для них играю я же понимаю что это вот вообще не мое а зачем мне надо играть и мне говорит я когда вот эту картинку представила что я на сцене мне говорит так горько стало я начала плакать и вот с этого момента у нее началась вот эта внутренняя работа внутренний рост по поводу освобождения от вот этих отношений ну их же тоже наверное созависимыми можно назвать у нас вообще созависимое общество да мы очень зависимы от мнения окружающих это даже не столько зависимы сколько мы еще ориентированы на мнение окружающих там вот это веди себя хорошо то что скажет там соседка тети даша например если она узнать что ты ведешь себя плохо наверное вот это можно говорить еще о моменте социализации детей когда ребенок идет в социум в частности там ну детский сад еще как-то более-менее сглажен там кто-то их не ходит садик кто-то ходит садик кто-то в 3 года пошел кто-то в 5 лет пошел да как ты еще более сглаженное тогда это много тревоги там у родителей бывает а вот основная такая социализация на и происходит когда ребенок идет в первый класс потому что ребенок тогда дольше период времени находится в социуме без своего родителя и можно так сказать отчасти становится лицом своих родителей в социуме то есть по ребенку будут говорить о том какая я мама какой я папа если мой ребенок плохо учится значит я плохой родители с ним плохо делаю уроки но есть он там плохо себя ведет значит я плохой родитель я не занимаюсь его воспитанием давно и так далее так далее то есть много всего то есть получается возникает такая большая значимая фигура которая оценивает мое родительство и уровень тревоги тогда у родителей возрастает автоматически эта тревога транслируется на ребенка и у ребенка тоже когда он уходит в социум от родителей он уходит с высоким уровнем тревоги он же выходит как представитель семьи собственно говоря как представитель семьи если в семье при этом обстановка такая благожелательная да в которой можно расслабиться выдохнуть откровенно честно поговорить в котором радуются твоим успехом и и поддерживают в твоих неудачах да когда есть какой-то вот такой разбор то ребенок в социуме будет чувствовать себя спокойно он понимает что у него что-то может получиться и мы будем все вместе этому радоваться если у него что-то не получится то он получит поддержку мы объяснят как сделать чтобы получилось он будет чувствовать себя спокойно если ребенок обстановка в семье ну так скажем такая недоброжелательная то когда ребенок идет социум у него двойное напряжение потому что вот это вот послание не ударить в грязь лицо да не опозорь меня там или еще что-то но конечно будет идти впереди ребенка и расслабиться будет очень сложно ребенок порой будет социуме играть не свою роль вот он будет играть ту роль который ему сказали играть вот про сцену если говорить сейчас очень много говорится о том что у детей нет мотивации к обучению откуда возьмется мотивация если у ребенка нет контакта со своим собственным я поэтому очень часто дети спрашивают зачем мне математика или зачем мне история там где мне это пригодится а ему говорят там ты должен ты обязан да и при этом еще всяческие тому какие-то бывают уничижительные высказывания в твой адрес просто потом не интересно если он не чувствует свою зону успешности что он может где-то успешен что вот заметили что вчера он там не мог рассказать стихотворение сегодня он его рассказал и это круто и молодец и его оценили по достоинству они таким образом рассказал бы вчера было бы круто хочу сегодня твое стихотворение к чему она вообще тут нужно вот тогда это опять бы обесценен зачем мне его учитесь мне вчера уже два поставили и тогда у детей накапливается этот багаж не выученных знаний которые как снежный ком дальнейшем сказывается на его успеваемости вы сейчас сказали что родители должны создать зону успешности вы расскажите вот об этом это же глобальная такая задача получается родительская да ну на мой взгляд да то есть я считаю что основная задача воспитания создать для ребенка и помочь создать ребенку его зону успешности и она может совершенно отличаться от родительской зоны успешности в частности там допустим я не знаю мама с папой химики а ребенок любит поэзию на или он любит музыку то есть это может быть совершенно я могу ничего не понимать в музыке да я могу вообще не знать что это такое но мой ребенок этим увлечен я тогда погружаюсь с ним в этот процесс а расскажи мне а что ты играешь а что для тебя когда ты вот это слышишь и ребенок видит включенность родителей в тот интерес как который им движет мы таким образом тоже можем у детей много чему научиться понятно что мы их воспитываем но отчасти и они в нас тоже взращивают какие-то новые качества мы же не рождаемся родителями мы становимся родителями с появлением у нас детей и вместе с ними растем и развиваемся родитель одного ребенка и родитель пятерых детей это разные родители совершенно с разным опытом и вот помочь ребенку создать его зону успешности где он чувствует себя очень уверенно я считаю основная задача воспитания также как ну хорошо ребенок не очень успешен в математике он троечник но табуретки у него шикарные на них можно на этих табуретках сидеть стоять плясать подпрыгивать они не разваливаются из него получится потрясающий плотник круто круто легче всего конечно ребенка привлечь в то в чем я эксперт соответственно давай ты будешь тоже химиком это так круто я тебе поможем и тебе поможем протекцию мы тебе сделаем и порой ребенок до идет за этим а его это не радует вот в связи с этим хочется сразу привести цитату фрейда который говорил к несчастью самое серьезное бремя ребенка это проживание родительского пути и вот в этом случае вот в этой ситуации когда родители не замечают истинных наклонностей ребенка до его тяги к тому или этому и давлеют со своим намерением вот да не осознанно конечно проживание своей несостоявшись какой-то части жизни вот это является насилием незамечание того к чему ребенку тянет игнорировать ну можно назвать это наверное эмоциональным насилием да потому что мы заставляем другого самом деле это иллюзия мы не можем повлиять на сознание другого человека таким образом чтобы он изменился и стал таким как он каким он нам нужен он все равно должен остаться собой что вы называете иллюзия то что мы пытаемся его заставить то что мы пытаемся его заставить да то есть он подчиниться например ребенок ну такая такой пример мама мечтала быть балериной реальный пример из жизни мне рассказаны мама мечтала быть балериной ну там что-то не сложилось с хореографическим училищем и дочка естественно значит отдается вот в это направление ребенок занимается фореографическом училище занимается довольно таки успешно и действительно значит там поступает потом на работу в театр и даже и ведущей роли в одном из балете в одном балете предлагается и эта девушка попадает на прием к психотерапевту и на приеме выясняется что вообще никогда не хотела быть балериной то есть да она сидит на диетах у него получается на старательное но сейчас она понимает она станцует вот эту роль и дальше она должна быть на ней как-то зафиксироваться бывает же вот там роль которая потом сопровождает этого человека это дальше что моя жизнь закончится и интересное разворот этого события был в том что у нее хватило смелости она отказалась от роли ушла из театра ушла из театра значит вышла замуж родила двоих детей у них с мужем там булочные они пекут булки он так немножко раздобрела соответственно для мамы это провал провал ее проекта вот и мама с дочерью не общается но чья была большая мечта о балете мамина мамина то есть если например бывает такое что мама мечтала о балете да ну что-то не получилось что-то не срослось но девочка например тоже может быть конечно увлечена балетом и тогда они могут друг другу помогать это совершенно другая картина будет а когда я отказываюсь от того что не мое и обретаю счастье в чем-то другом я считаю что каждый человек имеет на это право да тоже вот сразу прям вспоминается фрейд цитата еще одна когда вы родители вы больше никто да то есть ну вот все с этим сказано на то время пока у тебя есть ребенок до его выхода в самостоятельную жизнь это доминанта всех твоих ну как бы жизненных действий важных этого доминанта твоих важных действий в отношении с ребенка да в отношении с ребенком да потому что все-таки важно оставаться еще и собой у нас очень растворение тоже не очень да вот основная на проблема жестокого обращения в семьях да это когда стираются вот эти границы и идет уже потом эмоциональное выгорание родителей то есть там столько должностного ония да что я как родитель должен то-то 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 я должен ребенку я должен там своим родителям должен обществу свод сумму школе я должен всем и еще я должен при этом работать и деньги зарабатывать или их нам семью обеспечивать и это колоссальная нагрузка с которой я уже не справляюсь внутриутробные границы это границы живота мамы дальше нас ребенок рождается и вот они там ручками ножками шевелят там пугают себя порой и вот это первое пеленание ребенка какое-то время да чтобы ребенок все-таки эти границы ощущал и у него уровень тревоги тогда будет снижаться потому что на уровне психики с момента рождения запускается так называемая базальная тревога и всю свою сознательную жизнь мы с этой базальной или сепарационной тревогой на самом деле боремся дальше ребенок уже приобретает постепенно самостоятельность он начинает переворачиваться ползать до проверять эти границы отползает от мамы приползает к маме потом отбегает подбегает подальше дольше может находиться без своего значимого взрослого без родителя но прибегает обратно и по идее вот эти границы на самом деле начиная от пеленки ребенку очерчивает родитель если родители ребенку не очерчивают это эти границы этого не про то что ребенок сам их себе сможет очертить такого не получится и когда мы видим например в обществе на наш взгляд такой вот ну как мы говорим невоспитанный ребенок да он там может залезть на коленки чужому взрослому или там он может брать чужие сумки там или еще что-то или придя в общественное место например ребенок везде-везде лезет да то есть это в принципе про то что родитель не очерчивать ребенку границы сейчас есть такой вот перекос а мы воспитываем ребенок в ребенке личность и поэтому мы ему ничего не запрещаем он должен все познать у него развивается таким образом его эмоциональный интеллект он сенсорно должен все потрогать там на мой взгляд это больше вред чем польза чтобы и дальше таким ребенком да но есть все-таки культура поведения в обществе определенная этика и этим моментом этим границам тоже родители обучает ребенка соответственно если ребенок растет в парадигме вседозволенности весь мир для меня все мне должны а это на самом деле иллюзии то когда он вырастает он столкнется с очень большим разочарованием что на самом деле никто не бежит для него что-то делать ему будет трудно адаптироваться до чего нужно понимание вот этих норм правил и границ потому что когда ребенок выходит в большую систему чем семья семья это все-таки такая малая система потом это там садик школа дальше социум где он будет как-то развиваться дальше расти работать то если нет вот этого понимания границ адаптироваться будет очень сложно и вот здесь мне кажется надо совершенно четко развести то что воспитание это воспитание а насилие это насилие воспитание насилием не является ни в коем мере не является да а вот про насилие мы сейчас попал уже непосредственно поговорим подробнее да вы как специалист знаете какие виды насилия бывают семье какие наиболее распространены какие сложнее всего скажем так выправляются переносятся детьми но я как специалист школы приемного родителя как у нас в казани мы обычно кандидатом в приемные родители тему насилия разбиваем на такие мини темы мы говорим отдельно жестокое обращение с детьми это у нас есть физическое насилие эмоциональное или психологическое насилие есть сексуальное насилие к виду насилия относятся пренебрежение нуждами ну и для детей-сирот еще есть казенный дом помимо вот это касается детей да но еще отдельный вид насилия есть экономической насилия который тоже всеми бывает часто распространено и при этом вполне вроде бы социально благополучных семьях это про вопрос о том иметь ребенку карманные деньги в каком возрасте что он может делать как он может этими деньгами распоряжаться или не может да на самом деле ребенок не может в один момент в одночасье стать взрослым то есть в моменте воспитания мы ребенку постепенно передаем ответственность за его собственную жизнь то есть мы сначала полностью за него отвечаем постепенно ему это ответственность передаем не получится так чтобы вот все 18 лет он совершеннолетний должен стать тут же взрослым и самостоятельным если до этого ему там не знаю мама портфель собирала папу шнурки завязывал карманных денег у него не было коммунальные платежи оплачивать не умеет и как-то должен социализироваться и жить в этом обществе в этом случае наоборот да когда вот такого тепличного ребенка 18 лет выставлять за дверь это уже выглядит как насилие собственно говоря потому что он совсем ни к чему то есть если например физическое насилие это конечно избиение и есть к сожалению есть такие семьи да где но можно назвать такой систематическое истязание ребенка происходит если ребенок в этом живет вырастает и потом становится взрослым то порой они как раз применяют такие такие взрослые бы стану когда становятся родителям применяют такое же физическое насилие к своим детям убить это норма типа меня пароль и человеком вырос чтобы да да что мне же для для пользы пароль и я с человеком вырос и ты вырастешь для профилактики там кого-то там били да еще что-то сексуальное насилие над детьми одна из самых тяжелых травм психических проживается и там это такая отдельная большая тема которую нужно отдельно там как-то я думаю что вот если в двух словах то тут в основном наверное речь идет о тех семьях где в семью приходит отец там уже есть дети да ну в смысле новый муж мамы да в основном такого касается нет к сожалению по статистике которые вот я знаю и по тем скажем случаем с которыми я работала в кровных семьях сексуальное насилие от дедушек родных пап там или братьев ничуть не меньше чем от посторонних людей то есть самый меньший процент насилия это какой-то не знаю там маргинал по улице шел и на кого-то напал то есть самый меньший процент больший процент это как раз когда насилие происходит внутри семьи и совершается какими-то кровными родственниками статистика растет вот в этом плане и об этом не принято говорить как правило там значит так не озвучивается только в каких-то своих ведомствах это озвучивается и например как вид сексуального насилия то есть это не всегда жесткое изнасилование когда ребенка на запчасти практически порвали растление малолетних как тип сексуального насилия намного чаще происходит и след оставляет на кое более такой неизгладимый так скажем потому что это происходит как правило постепенно это незаметно и об этом не принято говорить да и вроде бы как бы покрывается еще таким понятием как любовь и тут на самом деле это очень серьезно глубокая тема и она глубока еще тем что многие родители совершают те или иные действия привычные даже не понимают что это как раз и называется растлением да такое тоже есть это по незнанию вот такое тоже бывает вот про психологическое эмоциональное насилие это вот ну самая такая вот это критика уничтожающая это когда тебя обзывают оскорбляют психологическое насилие когда например не дают элементарно оценку твоим достижением достоинству кому-то твоему да то есть бывает такое что твои все достижения всегда обесцениваются вот такой перфекционизм потом растет да ты еще не дорос чтобы я тебе там что-то дал заслужи сначала мою похвалу там заслужил например чтобы я обратил на тебя внимание будет пятерка я тебя похвалю да будет пятерка но тогда с тобой что можно разговаривать не будет пятерки нет психологическое насилие это игнорирование очень такое жесткое наказание когда родитель не разговаривает со своим ребенком то есть он просто его игнорирует не отвечает на вопросы такое наказание когда на уровне психики ребенка то есть меня нет меня уже вообще не замечают это очень такой жестокий вид психологического насилия которые на самом деле очень часто применяется взрослыми к сожалению а изоляция изоляция тоже так же когда тебя когда тебе нельзя там с кем-то общаться нельзя выходить на улицу то есть полностью вот ограничили тебя там четырьмя стенами комнаты наиболее часто встречающиеся последствия вот такого насилия в семье у ребенка который становится психологического национального на ребенок учится приспосабливаться врать такое угодничество идет мне же надо заслужить чтобы на меня обратили внимание например отпустили меня погулять вся жизнь ребенка становится такая пронизанной фальшью это про то что у меня есть какая-то цель я там чего-то хочу и мне любыми путями нужно этой цели добиться и тогда я буду делать все что другому человеку надо здесь потом стираются границы в наверное эти этические дружбы в том числе например какого-то принятия доверия потому что ну вот в этом он по головам идет чтобы достичь своей цели потому что когда-то его потребности не замечали еще какие могут быть но вот к виду психологического насилия в том числе тоже еще можно отнести такой момент что современные гаджеты например мы не можем их отменить да уже доказано было есть страх зависимости а есть раз эти у родителей уже родители есть страх зависимости дальше ребенок например растет там не знаю без телевизора без телефона нехорошо неплохо у всех все устраивает в семье а дальше этот ребенок идет в школу и верит что у детей есть телефоны да и дети играют там какие-то игры а у него этого нет и он начинает внутренне от этого сильно страдать то есть он начинает чувствовать свою инаковость я же говорил там до этого что дети воспринимают мир что он для нас и если у меня этого нет а петеньки есть то петенька хороший я плохой начинается вот это такое домысливание ну вот мы не можем отменить гаджеты также как мы не можем отменить там и за самолеты сесть в телегу да потому что она экологически чистая она не нарушает там нашу экологию но если мы понимаем и адаптируемся к тем условиям в которых мы живем то и ребенку ребенка можно в этом воспитать что тот же самый гаджет это средство для получения информации да да там можно где-то в чем-то поиграть можно с кем-то соединиться созвониться когда мы что-то долго не даем а у ребенка формируется вот это влечение ребенок еще не очень сильно управляет своей волей то как только он получает это в руки мы его потом оторвать не можем он настолько залипает потому что как выдавать но не может надышаться наездся не может да так и так же он не может насытиться там например этим гаджетом и тогда зависимость в большей степени сформируется чем когда но но есть и есть этот гаджет и плюс еще масса других есть интересов я могу гаджетом заняться могу там туда пойти могу сюда пойти важно наверно воспитание чтобы не было вот этих перекосов там перекосов которые наверно внутренний невротизм родителей укрепляют они его дальше дети может транслируют да когда нам допустим пусть они лучше на улице играют свежим воздухом дышат чем смотрит телевизор предположим вот насилия в детском в детском возрасте чем еще опасно для человека который будет взрослым да ну вот я читала что люди с низкой самооценкой ну так условно говоря из вы с высоким уровнем тревоги это тоже дети которые в свое время своем детстве бы подвергались постоянному эмоциональному насилию отчасти сначала это было про обесценивание если сначала меня обесценивает внутри семьи я не являюсь там ценностью сам по себе я там недорог то то дальше я с этим обесцениваем идут в свою взрослую жизнь а вот это заниженная самооценка в том числе работая где-то в коллективе да там ребенок такой сотрудник может выполнять много действий за меньшую зарплату потом он от этого страдает есть всем известный этот треугольник жертва спасатель носи насильник до треугольник карпмана это же все внутри одной личности происходит то есть если внутри не будет вот этой жертвенности такой усиленной снаружи не появится насильник например то то есть у нас внутри вот это вот смена ролей она многих идет бесконечная избавиться от этого бывает потом очень сложно потому что чтобы ушел и насильник и спасатель и жертва должно прийти что-то взамен а что взамен я могу дать если у меня проходит плохой контакт вообще с самим собой со своим я какой я получается что родитель став таковым мужчина или женщина должны понимать что кого они вообще хотят растить до изначально у них должно быть четкое понимание да либо ты как как вы сказали на 90 процентов на автомате повторяешь свой сценарий деструктивный и вырастешь такого же человека с такими же психологическими проблемами как ты либо у тебя как у взрослого человека есть возможность переосмотреть переоценить осознать научиться и дать ребенку то что ты где-то недополучил да я правильно да правильно получается что надо осознать то чего я страдал в детстве и задать себе вопрос что мне такого нужно сделать чтобы то от чего я страдал в детстве не повторяя не повторил со своими детьми и уже отталкиваясь от этого находить информацию которую я могу применить когда я разговариваю с родителями у меня есть такое правило которым я говорю родители вы должны это выучить сам осознал сам исправил потому что если например я осознаю что я там уже где-то что-то накосячил как родитель то там уже колоссальное чувство вины и чувство вины она бывает очень непереносимое тем более чувство вины по отношению к тому что я сделал с ребенком и это очень сильно усиливает невроз родительский блокирует родителей в каком-то там развитие дальнейшем а чувство вины родители перед ребенком один из самых мощных манипулятивных крючков дети начинают этим манипулировать очень сильно поэтому повторюсь что мы не рождаемся родителями мы ими становимся и важно вот эта осознанность чтобы мы анализировали в том числе свой родительский путь дети вот вот родился ребенок там я первый раз стал родителем научитесь за ним наблюдать вы со временем научитесь понимать когда он плачет от того что мы холодно или от того что он голодный если у меня есть познавательный интерес как устроен мой ребенок то познавательный интерес это наверное основной движущий механизм в том что развивает нас по жизни когда мне интересно чем дольше сохраняется познавательный интерес тем крепче наша эмоциональная связь. Если мне интересно, как устроен мой ребенок, я в него включен, в его рост, развитие, я наблюдаю за его интересами. Есть дети, которые любят рисовать, рисуют хорошо, есть детки, которые любят что-то мастерить из лего. И я в это включаюсь. Или в том числе помогаю своему внутреннему ребенку прожить то, что не проживалось. Рост в то время, когда мечтал о германской кукле. Я иногда даю такие задания даже своим клиентам. У меня, например, есть клиент, мужчина, у которого есть своя железная дорога, свой паровоз. И его сын может поиграть с этой железной дорогой, только если он у папы спросит разрешение. Папа, можно я поиграю в твою железную дорогу? У нас у взрослых нам тоже нужны свои игрушки. Особенно, если у нас их в детстве было мало. И это будет моя игрушка, это будет мой мишка. Или моя германская кукла, о которой я мечталась. И тогда мой внутренний гешталь закроется. Я не буду заваливать своего ребенка сотнями игрушек, потому что когда-то мне очень сильно этого хотелось для себя. Я куплю себе ту игрушку, которая мне была нужна. И буду, наблюдая за за интересами своего ребенка, совместно с ним покупать те игрушки, которые нужны ему. И для этого не нужно скупать весь детский мир. В этом общении ребенка можно узнать, познать, удовлетворить все его потребности, любить его, оберегать его. Да, невербально мы говорим намного больше, чем вербально. И если мы научаемся наблюдать и за этими невербальными процессами, то нам бывает очень интересно. Ну, я могу про себя, например, сказать. Все-таки, резюмируя, да, неким образом разговор, получается, что родители сначала как будто вы сами должны немножечко подрасти. Да? Да. И к родительству надо готовиться. Как говорит известный в России специалист по перинатальной психологии, его называют папой перинатальной психологии, Игорь Валерьевич Добряков. Это про то, что если пара решила, что мы хотим ребенка, то забеременеть должна пара. И у женщины, значит, растет, живут, а у мужчины беременность в голове. Такая... И они этот процесс проживают вместе. Тогда они оба включены в процесс вынашивания этого ребенка, рождения этого ребенка. Есть много интересного в этой перинатальной психологии, термин гаптономия, когда можно даже разговаривать с папе с ребенком, когда он еще внутриутробно. У них есть свои сигналы, это все тренируется. И родители должны иметь единую парадигму воспитания. Тогда, когда у ребенка есть конкретная структура, все понятно, меньше хаоса, у него меньше тревоги. Если папа считает, что ребенок должен стать космонавтом, и его надо максимально загружать спортивными секциями, а мама считает, что ребенок должен стать музыкантом, и каждый тянет его на себя, а ребенок любит одинаково обоих родителей, и тогда он все время как между двух обменей. А ему вообще рисовать хочется. Не спортом заниматься, и не музыкой. И не музыкой. И он любит наблюдать за муравьями. Он любит сидеть, содержать, как муравьи строят дом. Есть вот эта разная парадигма, тогда тревоги у ребенка будет больше, счастья будет меньше. А есть какие-то признаки, по которым родители, которые думают, что у них все хорошо, могут понять, что не очень хорошо. Вот как ребенок себя в этом плане будет выдавать поведением, что происходит какое-то эмоциональное путь насилия. С физическим и другим все понятно. Вот с эмоциональным, которое как раз и сложнее всего распознавать. Ну, по поведению ребенка, это то, что я говорила, ребенок будет врать. Еще что. Ребенок будет пытаться угодить. Если мы берем школьные неуспехи, там, допустим, они могут быть связаны как со школьными неуспехами, или, наоборот, возникает такой усиленный перфекционизм, да, там ребенок излишне старается, но ребенок, например, начинает болеть. Психосоматика очень часто идет от эмоционального насилия. Потому что, если у меня температура, у меня есть легальный способ не пойти в школу, да, или, там, у меня болит живот, мама тогда занимает, ну, и врачи подтверждают, что действительно есть проблемы с животом, и мама действительно мной занимается, моим здоровьем, да, моим животом, а не требует от меня пятерки по всем предметам. То есть, получается, дети начинают болеть? Дети начинают болеть, у них начинает портиться поведение. Наверное, в связи вот со сверстниками тоже, да, не просто устанавливаются? Могут разрушаться связи, или он, наоборот, может слишком залипать на сверстниках и игнорировать родителей, предположим. То есть, какая-то полярность, да, вот такая наблюдается? Может наблюдаться эта полярность. И ребенок может замыкаться в себе, и виртуальный мир, может, нам в этот момент будет как раз интересовать больше, чем реальное живое общение. Потому что в этом реальном живом общении ему некомфортно. А вот с точки зрения законодательства у нас вообще как-то вот в этой части права детей защищены? Психологическое насилие его же очень трудно каким-то образом оценить. Только сексуальное или физическое, да, может быть, рассматриваться? Если зафиксировано, хотя, ну, доказать это просто трудно, да, вот как зафиксируешь, что ребенок болеет из-за того, что мама его игнорирует. Дома может быть тихо, никто не кричит, просто мама со мной месяц не разговаривает. И с темой жестокого обращения в плане физического насилия и сексуального насилия в принципе обстоит все то же самое. Нужны факты. А если это семейная закрытая... А если это семейная закрытая система, где не выносится ссора и сбы, то мы эти факты практически никогда можем не получить или получаем, когда уже бывает слишком поздно. Либо когда человек уже во взрослом состоянии начинает свой поход в терапию. Да, начинает ходить по психологам, психотерапевтам, лечиться в клинике неврозов. Первая социализация ребенка в школе. Вот если вспомнить, как мы учились, у нас школа была нацелена на среднего ученика. И если сделать такой вот срез, большинство детей в школе были хорошистами. Было несколько отличников, ну и несколько там троечников. Двоечников дотягивали до троечников. То есть, ну вот, была такая усредненная норма. Если посмотреть динамику, какая сейчас идет в системе образования, то школа нацелена на лучшего ученика. Не может быть 30 учеников лучших в классе. Отсюда такая нездоровая конкуренция, отсюда такой высокий уровень невротизма. Потому что, ну не может 30 человек стоять на первом месте. Если вот в спорте, да, у нас есть первое, второе, третье место. Один спортсмен на первом, на втором, на третьем. И всех, бывает, отделяет какая-то односотая балла, предположим. Если мы возьмем школу, то здесь точно так же не может 30 человек стоять на первом месте. Поэтому бывает вот этот вот срыв внутренний, да, когда я стараюсь, 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 но я не дотягиваю до Пети. Да Петя просто другой. И ты там не можешь быть круглым отличником и знать все на 100%, это в принципе и не нужно. В школе должно быть интересно. Мне должно быть интересно узнавать новое, делиться новым со своими одноклассниками. Мне должен быть интересен учитель как личность. Я хочу у него учиться. И тогда вот здесь вот идет про укрепление и формирование каких-то коммуникативных, других коммуникативных навыков. Когда мне интересно научиться у другого человека. Как это у тебя получается? Как это у вас получается? А когда в плане интересов стоит, какую оценку я получу, то тогда это вот про внутренний невроз. Мне кажется, в завершении программы вам стоит повторить вот про ту школу осознанного родителя для тех, кто, допустим, не сначала эту передачу смотрел. Где и как ее можно найти? Есть автономная некоммерческая организация. Оно. Азбука семьи. Можно в поисковике просто в гугл набрать, выйти на их сайт. И на сайте есть прямо отдельная вкладка школа осознанного родителя. Обучение там идет дистанционное. И периодически набираются группы. И обучение, в принципе, есть уже во многих городах Российской Федерации. И предложение есть в Министерстве просвещения, чтобы эту программу внедрить во всех регионах. Спасибо большое, Светлана Владимировна, за очень интересный разговор. Я хотела бы обратить внимание на то, что мы к теме системной семейной терапии еще вернемся, потому что эта тема очень емкая, очень многослойная и невероятно важная. именно исходя из того, что она семейная. Слава Богу, семья пока еще еле-еле, но держится. И мы будем стараться с помощью специалистов, экспертов, обращать внимание на то, что семья должна быть в приоритете. И это очень важно для будущего страны, для будущего. Это очень важно для нашей личной устойчивости. Да, безусловно. Спасибо всем за внимание. Это была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова